Я рад приветствовать вас на нашем канале. У нас в гостях интересный человек Нина Вечорик, доктор, натуропат. И я бы хотел предложить ей рассказать немножко о себе, ну и о том, чем ты занимаешься. Спасибо большое за приглашение. Я очень рада, что имею честь посетить ваш центр. И являюсь, конечно же, вашей ученицей, потому что я закончила вторую ступень в вашем центре. И занимаясь натуропатией я довольно-таки недолго, 10 лет всего лишь. И рада, что имею возможность в Германии официально лечить и применять вашу методику. Так как я занимаюсь натуропатией не только висцеральной техникой, но и гомеопатией, мне удалось ввести уникальную технику, соединить висцеральную технику с гомеопатией. Доклад, который я делала тоже на вашем конференции. Надеюсь, что вам заинтересовала моя техника. Ну и надеюсь на совместную работу в будущем, совместные семинары. Чем интересна эта техника? Человеку, который не имеет особого понятия, потому что гомеопатия – это очень сложная наука. Ну, скажем так, довольно-таки в быстром темпе обучиться гомеопатии вместе с висцеральной техникой, а также диагностикой висцеральной и применением гомеопатических препаратов. То есть намного ускоряет и намного эффективнее, соответственно, и лечение, и профилактика. Такие, как сегодняшние заболевания уже ковидные. Что я хочу сказать. Мы работаем совместно с Константином, тоже, который у вас работает в центре Смирнов. А вот Косте я очень благодарна, потому что меня поддерживал в тот момент, когда я очень тяжело заболела ковидом. Вот, то есть мы буквально вот по, это называется, репертуриям, то есть мы составили план для меня лечения, который дал, так сказать, хороший результат. То есть я переболела и лечилась только гомеопатическими препаратами, ну, совмещая, конечно, с висцеральной техникой. Интересно, а кому-то там в Германии сумела помочь с ковидом, там тоже болели? Ну, конечно, то есть сейчас уже переболели все, скажем так, большинство. Сейчас у нас идет волна, так сказать, постковидная. То есть, ну, когда пациенты приходят и просят о помощь уже в постковидный синдром, так называемый. И, конечно, гомеопатия и висцеральная техника и соединение, мы говорим о синергетике, да, вот этих, я бы сказала, две науки, они очень хорошо себя показали на практике. И замечательно соединять эти две техники. Например, пациенты в пожилом возрасте, да, которые тоже имеют свое, так сказать, свои болячки, которые не могут принимать, да, по тем или иным причинам фармакологические препараты. То есть гомеопатия, она точно так же идет как им с фармакологическим препаратом, так и без. То есть она не имеет никаких побочных эффектов. Вот это самое главное, что мы, какой у нас лозунг, не навредить. И, Ниночка, еще поподробнее государство как оценивает эту работу? Вы знаете, ну, я горжусь тем, что Германия, это, наверное, одна из немногих стран, которые медицинские услуги натуропатов оплачивают государственной страховкой. То есть 80% моих услуг оплачиваются государственной страховкой. Мне не надо, ну, как говорится, вытягивать из кармана пациента деньги. Я выписываю счет, с которым он идет в государственную страховку, и они оплачивают. То есть, конечно, это комфорт психически пациента. Он готов приходить 5 и 10 раз. И это комфорт для врача. По крайней мере, сколько нужно? Да, столько нужно. То есть, плюс к тому, что логализация. Конечно, у нас официально признанное направление медицины, так же, как и гомеопатия, так же, как и висцеральная хиропрактика. То есть, мы официально работаем. Это не надо доказывать и открывать Америку. Если медицина видит, что это помогает, значит, они это оплачивают. Все очень просто. Да, это очень здорово. Да, это здорово. И я думаю, что здорово, что мы работаем совместно с врачами. То есть, у нас нет такого, что врачи классические говорят, вот, нет, гомеопатия – это все неправда. То есть, врачи поддерживают те же препараты Геля, те же препараты Котвига, Биорон, французская фирма. То есть, очень открыто мы работаем совместно, и врач, да, очень хорошо, давайте назначим этот препарат. А вот как пойдет этот препарат, например, вместе вот с фармакологическим препаратом? Вот нету такого антогемиопатия. Ой, что вы, там, гомеопатия – это наоборот. Вот, очень поддерживается. У нас есть клиника Шарите в Берлине, которая применяет после операции или до операции хилевские препараты. То есть, абсолютно официально, и никто не говорит о том, что это не пойдет. Самое главное – не навредить, правильно, пациенту помочь. То есть, мы одно, у нас одна цель. Поэтому мы, как бы, держимся вместе. И врачи, и натуропаты. Все, что помогает, должно работать. Конечно, тем более в наши сейчас сложные времена, когда натуропатия доказала свою действительно значимость вот при ковиде. То есть, тут каждый хорош, каждый метод, который поможет пациенту спасти жизнь. А гомеопатия, висцеральная практика, она только ускоряет процесс возвращения к здоровью, реабилитации, генеза процесс и, соответственно, сокращает расходы страховки. То есть, они же экономят деньги, на самом деле. Они же тоже понимают, что если мы заплатим сейчас гомеопатическую или висцеральную услуги... Все-таки цены не такие, как в госпитале, если... Ну, конечно, если в день госпиталя стоит ковидному пациенту 300-400 евро, соответственно, у натуропата это стоит 100 евро, ну или там 80 евро визит. Все зависит, конечно, от того, какие проделываются манипуляции. Так как я соединяю вот две в одно висцеральную технику с гомеопатией, то есть, я работаю по системе Вайхен, был такой профессор, он был ученик самого Ганнемана, который, не зная акупунктуры, то есть, путем нажатия на триггерные точки определил, что, о, вот это вот пункт, который болит, ага, вот тут подходит такое гомеопатическое средство, да. Там, например, да, пункт, который желчный, да, это там хелидониум, да, по-нашему чистотел, или пункт, нажимаем, вот, да, у нас рус-токсикодендрон. То есть, и он разработал так называемую карту, карту, да, вот как у нас акупунктурные схемы, вот, и даже не зная китайской медицины, хотя я акупунктурой тоже занимаюсь, то есть, я могу путем, так сказать, обследования висцерального, обследования пациента, я могу правильно подобрать гомеопатическое лекарство, не зная даже вот принципов гомеопатии. Вот, то есть, это ускоряет процесс, люди, которые хотят быстро научиться гомеопатии, но у них на это нет, скажем, столько времени, потому что гомеопатию можно учить всю жизнь и не научиться, вот. Вот, это ускоряет, так сказать, схему, плюс, соединяя висцеральные техники, мы улучшаем и кровообращение, эффект у нас получается лучше, и добавляем гомеопатию. И я думаю, хорошо бы, чтобы наши специалисты тоже освоили. И, кстати, вот такой вопрос, а всем помогает гомеопатия? Говорят, что вот на меня там это не действует, вообще-то для меня гомеопатия. И тут по телевизору однажды я был свидетелем, когда круглый стол обсуждает гомеопатию, и там, ну, скажем так, человек 10 сидит, а на меня тоже не работает, и на мне не работает. Вот такие вот вопросы, которые иногда, в общем-то, всех начинают приводить в такое состояние, что за гомеопатия, что это такое, что за тема. То она работает, то она не работает, для этого нужно что-то создать, какое-то поле для того, чтобы... А вот что ты скажешь по этому вопросу? Да, у нас в Германии гомеопатия – это не только для людей, но и для животных. То есть это официально признанная медицина, направление медицины, которое оплачивается государственной страховкой, а также открытой ветлечебнице, которая лечит зверей. То есть если мы говорим, что человек может сказать, что, да, плацебо или мне не действуют, какие-то шарики, ну, когда мы лечим животных, животное не может сказать. То есть коровы, собаки, лошади даже, вот, то есть у меня даже, ну, как бы пациенты, ну, обращаются вот с такими проблемами, с четвероногими, и помогает, и эффекты видишь на лицо, поэтому, конечно, кому-то это, по-латыни говорят «куйбо», но кому-то это служит, но мы не будем спекулировать сейчас на эту тему, но в Германии оплачивать страховка, наверное, просто так не будет. Вот, поэтому, внедряя, так сказать, технику висцеральную вместе с гомеопатией... То это симбиоз такой мощный. Это очень мощный симбиоз, который дает хорошие результаты, то есть сама страховая компания мне предложила, чтобы я вела эту методику и оплачивать страховку моим пациентам. Вот, потому что они видят, что они намного быстрее приходят после, например, COVID, да, это постковидный синдром, к здоровью, чем они вот идут на только фармакологии. То есть мы не отрицаем фарма-медикаментов, но мы можем, так сказать, уменьшить, например, или быстрее идет генизм, то есть пациент быстрее приходит к здоровью. Ну и, соответственно, затраты страховой компании тоже меньше, то есть тут каждый имеет свои выгоды. Поэтому эту практику, я думаю, что в будущем, как ваша ученица, мы будем внедрять и у вас в центре и предлагаем, может быть, в будущем курсы по гомеопатии и соединению висцеральной техники по методике Вайхена. Доктор Вайхен, ученик Ганнемана, который, не зная акупунктуры, определил на теле все пункты, которые подобрал определенные медикаменты. То есть не зная глубоких знаний гомеопатии, вы за курс у Александра Тимофеевича станете все гомеопатами. И, конечно... Узнав представительные зоны. Да, узнав все зоны, да, которые, соответственно, определенному гомеопатическому препарату, то есть вы будете не только правильно определять препарат, вы будете владеть техниками висцеральными, вы будете уметь диагностицировать, то есть вы уже будете знать, к какому органу, соответственно, какой препарат. И применять на практике, облегчать жизнь не только вашим близким, но и даже, может, вашим четвероногим. Здорово. Я уже весь загораюсь, потому что я в предвкушении семинара. Да. И послушать новую тему, которую я так слабо знаю. Ну, я думаю, что те знания, которые я у вас приобрела, они, конечно, очень мне помогают в практике, потому что соединяя, так сказать, синергетику гомеопатии с висцеральной техникой, я ускоряю и процесс лечения, и процесс диагностики пациента. То есть пациент остается довольный, потому что все это происходит намного быстрее. Если обычный сеанс гомеопатии там идет месяц, два месяца, то есть соединяя эти две техники, у нас эффект получается за месяц таких вот сеансов пациент приходит. А тем более бывает так, что родители обращаются по поводу детей тоже? Да, гомеопатия абсолютно безвредная. То есть у нас даже, ну, вот от двух месяцев, от месяца можно применять гомеопатические лекарства, можно применять висцеральную технику. То есть, опять же таки, нету никаких противопоказаний в гомеопатии, нету никаких побочных эффектов. Вот есть только одни плюсы. Поэтому у меня и маленькие детишки приходят, вот самая маленькая пациентка, два месяца у меня была, тоже применила, конечно, с учетом возраста, да, техники висцеральные. Ну и, конечно, анатомические знания необходимы при такой работе. Вот, поэтому я вас приглашаю всех в Центр Агулова. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вам интересно и заинтересует вас новое направление в Москве, в Центре Агулова, гомеопатия, синергетика с висцеральной техникой, с углубленным последующими знаниями. Приезжайте, интересуйтесь, мы обязательно вам расскажем, научим и покажем. Спасибо, Ниночка. Итак, друзья, я вас жду на наших семинарах, в нашей Академии. Ну, а Нину я хочу поблагодарить за нашу встречу и пожелать тоже здоровья, ну и развития дальше, потому что на этом нельзя останавливаться. Нет, конечно, я уже настолько рада, что мы будем не только работать, конечно, в Москве, но и в Германии, потому что Агулов уже известен везде, не только в Москве. Когда ты говоришь, я училась у Агулова, я говорю, о, как ты училась у Агулова? То есть вы довольно-таки знаменитый человек, и, конечно, для меня большая честь, что я ваша ученица, я это всегда очень с гордостью говорю, что я ученица Агулова. Конечно, это дает большой плюс моей практике, потому что уже вы на слуху в Германии. Спасибо. И мы надеемся, что вы к нам приедете, мы продолжим совместные курсы и в Германии. Приглашаю, спасибо вам большое. Еще раз, удачи тебе, здоровья, процветания, финансового благополучия, ну, а вообще самое важное все-таки здоровье. Да, и я вам желаю и нашим слушателям, будьте здоровы, живите здорово и будьте счастливы. И до встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok